Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Русская пропаганда, похоже, начала грызться между собой, так как Скобеева совсем недавно заявила о том, что они не готовились к этой войне. Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую большую войну мировую, никто не исходил из того, что все 50 стран, извиняюсь за жаргон, впишутся за Украину, и армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны. И тут же недавно появилась небольшая вырезка из этого самого эфира, ну, может быть, не совсем из этого, но самое главное, что в тему говорит. Но важное умение, оно сейчас нам всем очень нужно, на мой взгляд. Это умение вовремя завалить хлебало своих эмоций. Знаете, на самом деле, такое умение нужно еще и Лукашенко, и всем прикорытникам диктаторского режима. Цены бы им не было. Русские оккупанты, которые сбежали из Херсона, уже вчера начали атаковать этот самый Херсон. Так и предполагалось. Русские оккупанты действуют как, ну, как мрази, наверное, или как по-другому объяснить, как обиженные дети. Они ничего не могут сделать на поле боя, поэтому бегут с этого самого поля, а потом издалека отстреливаются, разрушая не только инфраструктуру, но и мирные постройки, где живут обычные люди. Русские оккупанты бессовестные, лицемерные не до мрази, потому что мрази мне их назвать тоже нельзя. Мобилизантов из Омска заселили на полигоне в минус 27 в палатках, которых нет ничего. Мало того, что тенты разрезаны, кровати поломаны и обоссаны, так еще и печи не работают. Ну, естественно, не обогреватели же вам давать. Печи, которые также не работают. И на самом деле ничего здесь нет удивительного. Абсурдная ситуация в том, что Россия якобы самая богатая страна. Страна, которая имеет самое большое количество полезных ископаемых. А люди живут без туалетов банально. А те, кто должен защищать жопу диктатора, не могут даже нормально обеспечить банальными вещами. В Белоозерске и Херсонской области русские оккупанты обстреляли точку, где людям раздавали еду. Горячую еду раздавали и оккупанты нанесли туда удар. А не забываем, что высокоточные ракеты. Об этом говорил сам Путин. Значит, они прекрасно знали, куда стреляли. Русские оккупанты продолжают удивлять. Восемь месяцев я рассказываю вам новости о этой войне. И каждый день меня поражает лицемерие и безжалостность русских оккупантов. Ну а в Херсоне, после отступления русской армии, ну отступление, не отступление, это побег, нашли пыточную в этом самом Херсоне. Меня крайне удивляет, что наши соседи такие неадекваты. Каждую территорию, которую они оставляли, там находились пыточные. Это было и в Буче, это сейчас и в Херсоне, это было на всех территориях, где находилась русская недоармия. Это реально недолюди. И правительство, которое в России сидит, оно реально больное. Такое ощущение, что там реально нездоровые люди. Вот просто нездоровые. Вы соберите всю эту информацию в один куб и поймете, что это просто неадекватные люди. Роскомнадзор признал атаку от белорусских киберпартизан. Белорусские киберпартизаны вчера заявили о том, что нанесли хакерскую атаку по Роскомнадзору. Они сказали, что у них очень много данных о том, чем занимается этот самый Роскомнадзор. А сегодня они уже подтвердили эту самую информацию. Белорусские киберпартизаны огромные молодцы. Респект вам и уважение. Это новый уровень. Ну а теперь наша постоянная шикарная рубрика «Новости дна». В ней мы рассказываем, как белорусская пропаганда вешает лапшу на уши белорусского народа. И сегодня у нас статья в газете «Минская неправда». Ну, правда, но вообще неправда. Некто Виктор Изотов пишет о ракетных обстрелах Киева. Вот только хочется узнать, а где же то самое хваленое ПВО? На кадре внизу из Киева видно, как дроны пытаются сбить. Автономной очередью, пишет Изотов. Но в Телеграме куча видео и фото со сбитыми ракетами. Во время данного из самых жестких обстрелов украинское ПВО уничтожило их больше половины. А в дроны стреляют из автоматов не потому, что ПВО не работает, а потому что они летят так медленно и низко, что их реально можно сбить из калаша. Самое интересное, что прошло уже несколько часов, а никто до сих пор так и не обратился к гражданам. Не рассказал, как им быть, где прятаться и что вообще делать дальше. Украинская власть понятна на связи с гражданами. Президент Зеленский каждый вечер записывает обращение. Мэр Киева Кличко ведет Телеграм. Но Минская неправда не только врет об Украине, но и оправдывает агрессора. В то же время во всех газетах винят русских, мол, это они, варвары, пытаются уничтожить страну. Словно и не слышали заявления президента России о том, что никогда у него и вооруженных сил не было подобной цели. А прилеты по улицам Киева и других городов это не уничтожение страны? Обстрел электростанций и котельных перед началом зимы не уничтожение? В газете Минская неправда пора сменить название на свинская ложь. Это ей больше подойдет. Это были новости дна. Не верьте фейкам. Верьте фактам. Из Беларуси массово выезжает молодежь. Люди, которые хотят видеть светлое будущее, уезжают из нашей с вами страны. Я делал как-то опрос у беларусов, хотят ли они уехать из страны. И 99% заявляли, что хотят. А 1% говорил, что хочет, но не может. Лукашенко создал такие условия для беларусов, что каждый беларус осознает, что нужно бежать из страны. Многие люди, которые остаются в стране, не бегут не потому, что не хотят, а потому, что банально не могут. Такие условия в стране, что не только уехать из страны нельзя. Нельзя в соседний город съездить. Потому что тупо бабла нет. Вот что Лукашенко создал с нашей страны. Мы работаем, чтобы есть. А едим, чтобы работать. На больше денег не хватает. Лукашенкоский прихвостень Хренин. Это министр обороны заявил, что у Беларуси нет никаких мотивов, целей, желания вмешаться в какие-либо конфликт. Вот это то, что я говорю, лицемерие. Мало того, что фамилия у него Хренин, вообще хреновая фамилия, так он еще и врет открыто и нагло. Леса закрыты, потому что русские оккупанты в наших лесах окопались и атакуют Украину с нашей с вами территории. А он говорит, мы не намерены участвовать в никаких конфликтах. Серьезно? Соловьев заявил, что в России могут собрать несколько миллионов на мобилизацию, на войну. Но по факту 300 тысяч собрать нормально не смогли. Когда они собирали эти самые 300 тысяч, Россия уже дрожала. Из страны выехало более 10 миллионов. И это за два месяца. Если Путин соберется 2 миллиона призывать, то его точно задушат свои же. Ну это же очевидно. И тут они его будут дышать не потому, что они хотят благо Украине, а потому что сами умирать не захотят. Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании в Украине. И прошлись они по Киеву. От этого у российских пропагандистов вообще пердак засверкал. Но ведь Путин не может выйти на Красную площадь хотя бы нормально, без снайперов и трехкольцового окружения. Поэтому для них это целое событие. Они, чтобы Путина вывезти из бункера, из своего, в три месяца готовятся. А тут Зеленский взял и вышел по Киеву погулять. Вот и подрывает у пропагандистов сраку. Все лучшее детям. Белорусский роддом. В Жлобине. Вот этот роддом, в котором на свет белорусы появляются. Знаете, это как спартанцы. Родился в таких условиях и живешь в таких условиях, тогда не удивляешься, почему в Беларуси все именно так. Потому что ты родился так, если тебе еще повезло с этого роддома выскочить. Скажем так, момент очень важный. Родился в таких условиях, выскочил, жить будешь. Ну, задержался немного. Все, беда. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и распространите этот ролик среди знакомых и друзей. Покажите, в каких условиях рожают белорусские женщины. Это важно. Помните о политических заключенных и родных и близких политических заключенных. Это важно. Знаете, если такой роддом, представьте, в каких условиях политические заключенные в тюрьмах сидят. Вы только вдумайтесь. Живей Беларусь! Слава Украине! Пока!